МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события. В студии Олег Зверев. Мы работаем в прямом эфире. И вот главная тема выпуска. Лёд тронулся. Водоканал устраняет последствия коммунальной аварии на 6-й просеке. Тепло и комфорт в каждый дом. Самара получила паспорт готовности к зиме. Русский с корейцем братья навек. В Самару прибыла делегация из Тхон-Йона. Патриотический десант в самарских школах. Победитель форума Иволга проводит занятия по авторской программе. Престольный праздник в больничном храме. Православная церковь чтит икону Божией Матери скоропослушница. Ледяная пробка устраняется. Водоканал работает на месте разлива на 6-й просеке. Порыв водопровода привел к образованию ледяного панциря на дороге. А участок стал проблемой для движения и машин, и пешеходов. На месте побывала Алина Чемерес. По словам очевидцев, дорога обледенела несколько дней назад. Этот небольшой путь люди проходят с особой осторожностью. Жителям приходится делить тротуар с автомобилями. Машины буксуют на льду и не могут проехать. Алексей Баскаков этой дорогой часто ездит в поликлинику. Преодолеть скользкий асфальт помогают 20-летний водительский опыт и внедорожник. Но далеко не всем удается с легкостью проехать по льду. Видите? Он сейчас будет пытаться вылезти, потому что в противном случае он упадет туда в колею и может там застрять. Он же переднеприводный. Вот, смотрите, как она буксует. Вот вторая машина. Девушка, смотрите, сейчас она поедет на тротуар, ей деваться некуда. Люди из близлежащих домов теперь ходят здесь осторожнее. Очень опасно. И мы, опять же, тут хорошее у нас. Получается такое место для прогулок с коляской. А тут все машины заезжают на тротуар и, соответственно, не погуляешь. Ходить по таким дорогам, наверное, тяжело. Особенно тем, кто не на машине передвигается. Я здесь не живу, здесь работаю. Но тоже удивилась, откуда такое количество. Я не знаю, наверное, вода текла. Я даже понять не могу, что это такое. С резким наступлением холодов порывы труб случаются по всему городу. Виной всему законы физики. Металл остывает быстрее, чем почва. Заявление в водоканал жители домов на шестой просеке подали в пятницу. Решить проблему сначала планировали в понедельник, но из-за большого количества порывов сроки пришлось отодвинуть. Водоканал отрабатывает заявки согласно приоритетам. В первую очередь это предприятия жизнеобеспечения, это социальные какие-то объекты. Объекты, например, которые дают отопление, куда мы подаем воду. Потом это жилые дома, чтобы у нас не остались без воды. Потом центральные улицы, какие-то транспортные магистрали, места, где большая проходимость, где много транспорта ходит, чтобы не образовывалось наличие, чтобы не создавалось неудобство. Ну и затем все остальные утечки. Городские власти требуют устранять повреждения как можно быстрее. Чтобы не экономить на безопасности, а сразу давать заявку и убирать. Сразу давать заявку и убирать. Потому что сейчас промерзание, движение грунтов. Я всех ресурсников обращаюсь ко всем управляющим компаниям. Запомните, 20 часов дается время на локализацию. А по управляющей компании это и того меньше. Сегодня на шестой просеке уже начали убирать лед с дороги и чинить трубы. Когда работы завершатся, участок благоустроит, поврежденный асфальт восстановит. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Погода в доме гарантирована. Самара получила паспорт готовности к зиме. Этот документ подтверждает, коммунальная система работает качественно и бесперебойно. Отопительный сезон стартовал 26 сентября. И все это время управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводили запуск и регулировку тепловых систем. Ранее собственные паспорта готовности получили абсолютно все самарские дома. А теперь такой документ есть и на весь город. Первый замглавы города Владимир Василенко отметил, что это общая заслуга и результат слаженной работы всех служб. Вот эта работа, которая сегодня происходит, и она происходит организованно, слаженно и в системе управления. По поводу локальных проблем, которые возникают, они возникают перманентно и, наверное, будут возникать. Никто не застрахован. Это связано с ветхостью инженерных коммуникаций. А эти добровольцы мечтают оказаться в самом центре мирового спортивного праздника. В Самаре городские волонтеры подают заявки на участие в работе Чемпионата мира по футболу. До финиша дойдут не все. Планируется отобрать 1300 самых способных и креативных, которые не только смогут помочь в организации чемпионата, но и создать атмосферу гостеприимства для гостей и болельщиков. Окунуться в гущу спортивных событий, стать частью Чемпионата мира и ощутить свою причастность к большому футболу. О таком студентка педагогического вуза Алина Валиева даже не мечтала. Но в 2018-м Самара станет футбольным центром, и упускать такой шанс девушка не собирается. Регистрируется на сайте волонтер 63 РФ и оставляет заявку на участие в программе. Я, в принципе, с детства футбольный болельщик, и я считаю, что каждый человек, который связан с футболом, эмоционально в первую очередь должен ощутить эти эмоции. Я буду болеть за красивый футбол, вот так скажем. После регистрации каждый кандидат в волонтеры обязательно проходит рекрутинг, личное собеседование. Оно и покажет, быть ли человеку волонтером. Собеседование проводят рекрутеры, люди, которые уже имели опыт волонтерства и знают эту работу изнутри. Я была волонтером на Евро-2016 в городе Сент-Этьен. Я была медиаволонтером. Это был первый раз, когда я выехала куда-то за границу, и сразу на такой долгий срок, как целый месяц. Но была трудность сначала в понимании французов, в их языках они очень быстро говорят. Но со временем я адаптировалась и очень общалась с ними хорошо и интересно. У студентов педагогического университета уникальный шанс зарегистрироваться и пройти собеседование сразу в один день. Рекрутеры приехали в ВУЗ. Именно отсюда в Центр подготовки городских волонтеров поступило больше всего заявок, более двухсот. А ректор ВУЗа получает кубок за активность студентов. Ребята, это только аванс. Это авансирование. Надо стараться и дальше. Стать волонтером может каждый, кому в мае 2018 года будет больше 16 лет. Знание языков хорошо, но не обязательно, говорят в Центре подготовки городских волонтеров. Главная задача волонтеров – это проявлять радушие к тем гостям, которые приедут в город-организатор в момент проведения чемпионата. Соответственно, если ребята любят свой город, хотят его представлять самой лучшей страны, мы их ждем. Заявки принимаются до конца февраля следующего года. До этого же срока проводят и собеседование. Все желающие могут оставить заявку на сайте волонтер 63 РФ. Потом начнется обучение и подготовка волонтеров. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. В Самаре пройдут дни корейской культуры, предположительно в феврале 2017 года. Для подготовки к мероприятиям прибыла делегация южнокорейского города Тхон-Йон. Летом было подписано соглашение о сотрудничестве между городами, которое уже реализуется в конкретных делах. Подробности визита в репортаже Лариса Шалафаст. В Самару делегация из Кореи приехала на несколько дней. Первое, что поразило иностранцев – суровые русские морозы. В городе Тхон-Йон самый сильный мороз – минус 5 градусов. Но радушный русский прием сгладил впечатление о погоде. Сотрудничество между Самарой и Тхон-Йон началось летом этого года. Глава города Олег Фурсов подписал соглашение с мэром Тхон-Йон Ким Донг-Джином. Культурный обмен между городами открыли самарские творческие коллективы, которые побывали с выступлениями на Корейском музыкальном фестивале. Теперь участники делегации предлагают расширить границы сотрудничества в сфере бизнеса. Мы уже довольно хорошо знакомы с Самарой и уверены, что дальнейшее сотрудничество будет только развиваться. Особенно интересно сотрудничество в ресторанном бизнесе. Для иностранных гостей запланирована большая программа. Прежде всего делегация посетит все площадки, где пройдут торжества в Дни корейской культуры. Гостям продемонстрируют возможности, которые есть в городе для проведения концертов и выставок. Дорогие друзья, хотелось бы, чтобы за эти три дня, что вы будете в нашем городе, вы увидели красоту Волжских берегов, полюбили наш город так, как мы любим его с вами. И я думаю, от вашей поездки у вас останется самое благоприятное и хорошее впечатление. В ходе визита корейской делегации планируется обсудить и вопрос обмена кадрами, чтобы муниципальные служащие Самары и Тханьон смогли ездить на стажировки для обмена опытом. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Чрезвычайные происшествия согласно сценарию. Спасатели МЧС отрабатывали навыки действий в условиях спортивного объекта. Место мучения стал стадион «Металлург». По легенде, условно ВЧП в результате обрушения трибуны пострадали люди. Аварийно-спасательные службы сработали оперативно и профессионально. В этом убедилась Алина Чемерис. На стадион «Металлург» одна за другой въезжают свыше десятка спецмашин. По легенде, во время футбольного матча на одном из секторов произошел взрыв. Обрушилась трибуна. Пострадавших свыше полусотни. Около 30 человек под завалами. Волга 12. Ты, Волга, на приеме. К месту условной чрезвычайной ситуации необходимы все службы жизнеобеспечения. Через ЕДДС к месту необходимы автобусы в количестве пяти единиц, спецтехника, кран, бульдозер. Пожарные, спасатели, полиция, медики на ликвидацию последствий условного ЧП стянуты все службы. Главная задача учения – отработать схемы взаимодействия, чтобы в реальной ситуации сработать быстро и слаженно. Когда имеется завал, у нас имеется различный гидравлический аварийно-спасательный инструмент. То есть где-то откусить, где-то приподнять, разжать и так далее. Работа спасателей – это разбор завалов имеющимся инструментом и вынос на носилки найденных пострадавших. Задачу аварийно-спасательным службам усложняют новые данные, которые то и дело появляются в сценарии условного ЧП. Специалисты объясняют – когда трагедия случилась, в первые минуты нет никакой сопутствующей информации. После проведения первых мероприятий по разведке эта информация появляется и начинаются дополнительные требования по привлечению сил и средств. Это может быть или дополнительная инженерная техника, если это сложный характер завалов. Это привлечение кинологических расчетов, если необходим поиск людей. Это мобильный узел связи. Такая машина выезжает на все крупные ЧП. Ее задача – обеспечить связь в любой ситуации и при любых условиях. Здесь мы можем видеть различные рации, взаимодействие с флотом и с авиацией. Интернет обеспечивает спутниковая антенна. Здесь есть телефон и оборудование для видеоконференций. Командно-штабные учения в Самаре плановые. Объект – стадион. Выбрали в виду грядущего чемпионата мира по футболу. Сегодня все службы с задачей справились. Это уже второй этап учений. На первом тестировали знания теории. На третьем этапе проверят готовность гражданской обороны. Насколько быстро самарские предприятия способны перейти с мирных рельс на военные. Закончится учение 24 ноября. Алина Чемерис, Игорь Мурченко, Константин Головин. События. Инновационный взгляд на исторические события. Малоизвестные факты взяла за основу своего проекта самарская студентка и получила признание на молодежном форуме Иволга. И вот ее разработка «Патриотический десант» пришла в городские школы. Сергей Кизоргин тоже побывал на занятии. Студентка Ааракоса Елена Недялкова придумала проект «Патриотический десант» год назад. Ездила по школам и рассказывала подросткам неизвестные факты известных событий. Например, про болгарскую освободительную войну против Османской империи и о том, как в решающей битве самарское знамя воодушевило патриотов на победу. Елена вспоминает, любовь к истории ей привили в раннем детстве. Когда я была маленькая, я жила в Болгарии, в Софии, ходила в музей. И мама меня водила в музей, и я увидела самарское знамя. Приехала в Самару, в первом классе нас появили в музее Алабина, и увидела снова это самарское знамя. Следовательно, проект у меня начался именно с этой акции про самарское знамя, дебютом Горда, и, надеюсь, как уже сказали, будет лучше и лучше с каждым разом. Общение Елены Недялковой со слушателями было построено как пресс-конференция. Они задавали вопросы, она отвечала. Так изучать историю можно хоть каждый день, делится впечатлениями школьники. Я лично видел только на улицах там флаги русско-болгарской дружбы, там 140 лет. А так лично не знал. Ну, это, конечно, шок сам был. 500 лет под османским игом. В этом году на молодежном форуме Иволга Елена Недялкова выиграла грант на реализацию своего проекта. Об интересных фактах мировой истории вместе со своими помощниками девушка будет рассказывать школьникам до следующей весны. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Самарские застройщики полностью переходят на электронный документооборот. Как будет работать схема, знает наш экономический обозреватель. Я передаю слово Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Нефть резко начала дорожать. За сутки цена взлетела почти на 5%. Сегодня за один баррель марки Брэн дают 49 долларов 54 цента. Американская валюта дешевеет. На 23 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 62 копейки. Евро 67 рублей 54 копейки. Золото стоит 2513 рублей. Серебро 34 рубля 16 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 56 копеек. Дороже всего продать за 62 рубля 44 копейки. Россияне чаще начали брать ипотеку. Всего в этом году люди взяли у банков в долг на жилье больше 1 триллиона рублей. Депутаты Госдумы предлагают устанавливать в самолетах камеры видеонаблюдения. Проект пока обсуждается. Но крупнейшие авиастроительные компании уже поддержали инициативу. А самарских застройщиков переводят на электронные сервисы. С 1 января 2017 года подать документы для получения госэкспертизы, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию можно будет только в электронном виде с помощью специальной формы. На этом все. Удачи в делах. Самарский район. В видеосюжетах режиссеров-любителей подведены итоги творческого конкурса, посвященного 60-летию района как территориальной единицы. Какой из роликов стал самым оригинальным, знает Андрей Горгуленко. Анна Завтур мечтает стать художником-сценографом. Конкурс видеороликов о своем районе стал для нее отличной возможностью применить свои навыки в деле. В процессе создания ролика учитывала даже небольшие нюансы. Что касается сложностей, то нужно, конечно, помнить, что существуют рамки в виде времени суток. Например, в полдень это не самое лучшее время для съемки, поскольку тени все жесткие, грубые. А вот ранним утром и вечером это идеальное время. Соблюдение деталей помогло Анне стать победителем в номинации «Мой любимый уголок района». Ее, как и лучших в трех других категориях, наградили за победу в Центре детского творчества «Мечта». Чтобы выбрать достойные работы из большого количества заявок, члены жюри провели серьезный отбор. Мы, согласно положению, предъявляли достаточно высокие требования, чтобы это соответствовало тематике, конечно же, чтобы это была выдержана тема, заявленная в номинации, чтобы это была эстетичная работа, ну и просто интересная. Но главным результатом, признаются организаторы, стал большой интерес к конкурсу среди жителей Самарского района. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Музыку города военных лет и культурную жизнь запасной столицы вспоминали на творческой встрече в музыкальной школе номер один. Даже в самые трудные времена жители Куйбышева не переставали ходить в театры и на концерты. Как это помогало не падать духом, ветераны рассказали Марине Матвейшиной. «Тройка, семерка, кух» – спел однажды солист Большого театра. Опера шла в Куйбышеве, куда во время войны эвакуировали всю труппу. Артистам тогда полагался не только стандартный паек из 250 граммов хлеба, но и горький шоколад, который давали только летчикам. И особенно все ждали «Кух» – воздушный белый хлеб с посыпкой. Невероятно вкусный, так что само название его было волшебным. И оттого понятна сценическая оговорка. Культурная жизнь военного Куйбышева – тема творческой встречи, посвященной присвоению Самаре звания «Город трудовой и боевой славы». Кандидат искусствоведения Марьяна Мжельская пересказывает воспоминания своего знакомого, который мальчишкой бывал на спектаклях. Все военные были в парадных кителях, начищены, с прическами. Дамы были в декольте, в мехах, с украшениями. Было полное ощущение, что мы попали в довоенный роскошный театр. Воспоминаниями делятся ученые-историки, преподаватели, известные самарцы и артисты. Творческая встреча проходит в музыкальной школе номер один не случайно. Кроме нашей школы, все остальные музыкальные заведения были закрыты. А первая музыкальная школа оставалась работать. И поэтому в нашей школе работала сестра Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Марья Дмитриевна. И поэтому школа же не случайно называется имени Шостаковича. Именно в Куйбышеве состоялась премьера знаменитой седьмой симфонии композитора. Здесь Дмитрий Шостакович написал заключительную часть произведения. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. О жизни в военные годы вспоминают и ветераны. Геннадий Александрович Малахов говорил, был тогда шестилетним мальчишкой. Но хорошо помнит то время. И музыка признается, и вправду строить и жить помогала. Во время войны были концерты, но я был маленький, как говорится, не был. А вот после войны я очень хорошо помню. Утесов к нам приезжал, Лемешев приезжал, я был уже на этих концертах. Творческая встреча, посвященная присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы», прошла при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики. Для самарцев это еще одна возможность узнать о своем городе больше и гордиться им. Даже в военные годы в Куйбышеве была насыщенная культурная жизнь. Только Большой театр поставил несколько оперных и балетных премьер. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов, События. Далее, коротко о других темах дня. В Самарской области коммунальные тарифы повысятся на 4,5%. Повышение произойдет с 1 июля 2017 года. Такое распоряжение подписало правительство России. Согласно документу, больше всего тарифы вырастут в Москве на 7%. Среди лидеров также Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия. Наименьший показатель в Северной Осетии – 2,5%. 3 декабря Самарская историческая мечеть на улице Алексея Толстого отметит свое 125-летие. Желающие смогут принять участие в обзорной экскурсии, узнать о быте татар Самары рубежа XIX – начала XX веков, а также побывать в здании самой мечети. В честь праздничного события в Самаре пройдет научная конференция, на которую съедутся ученые из Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Казахстана. В областной столице изменится график работы пригородных речных маршрутов. По новому расписанию будет работать переправа до Рождествена. Новое расписание начнет действовать с 24 ноября. Два рейса будут работать заходом на проран – 8 часов 15 минут и 16 часов. Статус отцов должен быть укреплен. Для этого по всей России стартует конкурс. Отцы губернии могут побороться за звание «Папа года». Прием заявок уже начался. Организатор конкурса – общественная организация «Союз отцов». В этом году премию будут вручать в третий раз. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве 18 декабря. Самарцы смогут увидеть 39 полотен художника Карла Брилова. 24 ноября откроется выставка знаменитого Карла. Публику ждет знакомство с ключевыми образцами живописи и графики из наследия классика. Экспонаты отражают главные периоды творчества автора во всем богатстве жанров, включая жанровые сцены, исторические полотна, портреты и монументальные росписи. Работы будут представлены из собрания Государственного русского музея. Один из самых ярких экспонатов выставки – картина «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя». Престольный праздник в храме при больнице имени Пирогова. Православная церковь сегодня чтит образ Божьей Матери Скоропослушницы. Древний первообраз чудотворной иконы хранится в монастыре на Святой горе Афон. А миллионы списков и копии разошлись по всему миру. На праздничной службе побывала Олеся Корецкая. Икона Божьей Матери Скоропослушницы – один из самых древних образов Богородицы. Ее история насчитывает почти тысячу лет. Икона была написана в X веке, а свое название, известное в православном мире, она получила через семь столетий, после истории о чудесном исцелении от слепоты одного из монахов. По преданию, монах был ослеплен в наказание за то, что закоптил святой образ, часто ходил мимо с зажженной лучиной. Монах наказание принял как должное. Исцеление наступило быстро, сразу после искренней молитвы раскаявшегося. Отсюда и название – Скоропослушница. Все приходящие к этой иконе получают скорую милость. Очень быстро получаем помощь от этого образа Пресвятой Богородицы. Богородица – наша заступница. Она молится за всех людей, за весь мир, за всю Россию. Хотелось в этот день именно прийти в этот храм Божьей Матери Скоропослушницы с какими-то своими чаяниями, с какими-то надеждами, чтобы получить от нее помощь. Списки с иконы появились в России в позапрошлом веке и всегда были в большом почтении у верующих. Этот образ относится к типу Адигитрии – один из самых распространенных типов изображения. Младенец сидит на левой руке Богоматери, благословляет правой рукой, а в левой держит свиток. Именно на этой иконе правая пяточка младенца обращена к верующим. История иконы Божьей Матери Скоропослушницы напоминает православным, что к ее образу надо относиться с почитанием. Православные верят, что благодать от Скоропослушницы способна исцелять слепых и хромых, избавлять от падучей болезни, эпилепсии. Молитвой спасались от плена и кораблекрушения. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Новости спорта в эфире. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские легкоатлеты выиграли мемориал Красильникова. Бронзовый кубок России достался дзюдоисту Алико Джиладзе. Баскетбольная Самара проиграла в Суперлиге. Баскетболисты Самары провели очередной матч чемпионата Суперлиги в Сургутих встречал Университет Югра. Ударная тройка самарцев Алексей Зазулин, Александр Корчагин, Максим Числов уверенно провели первую половину встречи и на перерыв волжане ушли с преимуществом в два очка. Третье и четвертое четверти прошли в равной борьбе и табло несколько раз фиксировало ничейный счет. Однако финал встречи остался за Югрой. Университет победил 78-74 и поднялся на седьмое место. Шестое у Самары. Лидер Суперлиги по-прежнему Новосибирск. Бронзовую медаль на Кубке страны под Зюдо в весовой категории до 90 килограммов выиграл мастер-спорт Алико Джеладзе. В Абакане-Хакасе самарский спортсмен уверенно прошел квалификацию и неудачно выступил только в полуфинале против уральца Дмитрия Довганя. Поединок за третье место с Алиханом Цычоевым получился у Джеладзе. В итоге Алико – бронзовый призер Кубка России. Самарские легкоатлеты выиграли эстафету и ряд личных дисциплин на мемориале заслуженного тренера России Юрия Красильникова. В Казани в эстафете 4 по 100 метров отличились Никита Агафонов, Денис Евстифеев, Георгий Кашубин и Владислав Меркулов. Золотую копилку Агафонов пополнил еще и в беге на 60 метров, а серебро взял на 200-метровке. Кашубин стал вторым на 60 метрах с барьерами. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Таковы события дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова